Здравствуйте! В эфире программа «Правовое поле» в студии Татьяны Трофимова. 1 июня начали свою работу большинство детских загородных лагерей. Родители, отправляя ребенка в лагерь, хотят, чтобы он хорошо и интересно провел время, отдохнул на природе. И, конечно, во главу угла встает вопрос о безопасности. Как сделать отдых в лагере полезным и безопасным, мы сегодня поговорим с исполняющим обязанности начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Чувашской Республики Андреем Аликовичем Ермолаевым. Здравствуйте, Андрей Аликович. Добрый день, Татьяна. Давайте начнем прямо с получения путевок. Какие-то категории граждан имеют право получить льготные путевки в лагерь? Как это происходит? Когда нужно подать заявление? И, наверное, сейчас уже поздно, да, это делать? В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 года за номером 70 определена категория детей, которые имеют право на получение бесплатных путевок, а также иные категории детей, родители которых могут приобрести их за стоимость 5%, 20%, 30%, 50%. Бесплатно предоставляются путевки безнадзорным, беспризорным несовершеннолетним, детям и семье с 5 и более несовершеннолетними, детям и инвалидам, а также воспитанники организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения под ведомственным Министерством образования Чувашской Республики. 5% от стоимости оплачивают родители, чьи дети оказались в жизненно трудной ситуации, семьи беженцев, дети с ограниченными возможностями и ряд других категорий. 20-30-50% от стоимости путевки оплачивают семьи уже в зависимости от их среднего душевого дохода в семье. Сейчас, наверное, уже поздно, да, подавать заявление? Прием заявлений на получение путевок в этом году был начат 31 марта, и он продолжается до окончания летних смен. То есть можно подать в любое время, но необходимо иметь в виду, что отдых в загородных лагерях пользуется большим спросом, поэтому лучше заблаговременно позаботиться об этом и подать соответствующие заявления через управление образованием в муниципалитетах. Если же это дети-инвалиды, то через отделы социальной защиты. В дальнейшем путевки можно приобрести только в том случае, если, например, остались невыкупленные, либо кто-то не смог, отказался от поездки в лагерь. Итак, Андрей Олегович, вот ребенок попадает в загородный детский лагерь. Как там должна быть организована безопасность, по вашей части? В соответствии с федеральным законодательством детские загородные лагеря обязаны обеспечить безопасность отдыха детей, организовать им питание, организовать перевозку, обеспечить наличие квалифицированного персонала. Именно на эти моменты в ходе прокурорских проверок мы и обращаем особое внимание. В части защищенности, безопасности – это, конечно же, специализированная охрана, ограждение по периметру территории, мест отдыха, видеонаблюдение, система оповещения. И вот эти вот основные моменты. Ну, то есть видеонаблюдением сейчас должны быть оборудованы все детские лагеря, я так понимаю, да? Это обязательное условие? На сегодняшний день все детские лагеря имеют видеонаблюдение. Наша съемочная группа тоже выехала в один из детских оздоровительных лагерей Чувашской Республики вместе с сотрудниками прокуратуры. Предлагаю посмотреть, как там организован детский безопасный отдых. Поздравить детей с праздником, посмотреть, в каких условиях они отдыхают. В День защиты детей сотрудники прокуратуры Республики приехали в оздоровительный лагерь «Звездный». Первый человек, которого встречаешь в «Звездном» – охранник. Чужого в лагере не пропустят. Оборудовано специальное помещение, в котором ведется видеонаблюдение за всей территорией лагеря. Здесь же автоматическая пожарная сигнализация. У нас здесь камеры видеонаблюдения представлены, то есть лагерь 24 часа в сутки под наблюдением. До открытия лагерной смены «Звездный» прошел проверку всех надзорных органов. И сейчас сотрудники прокуратуры убедились, что дети под хорошим присмотром. Но все же руководству лагеря было рекомендовано заменить деревянные заборы на более надежные. А вожатым напомнили, что они в первую очередь отвечают за безопасность детей. Вопросы безопасности наших детей – это главный вопрос, в принципе-то. Начиная от вопроса безопасности питания и кончая безопасностью жизнедеятельности всего. Поэтому мы надеемся на вас. Вы молодые, горячие, ответственные люди. Поэтому, думаю, все в ваших руках. Я сам был вожатым. Я прекрасно знаю, что бывают такие моменты, когда хочется с детьми пойти в поход куда-то, провести себе тру-тропу, интересное мероприятие. Да, бывает. Но перед этим мероприятием я советую вам 10 раз подумать. Если вы не уверены, что по итогам этого мероприятия с детьми не будет все нормально, по итогам его, то лучше пожертвовать какими-то внутренними амбициями, какими-то, может, возможностями лично раз удивить детей, но зато сделать так, чтобы все были жены здоровыми. Всевожатые перед работой прошли подготовку. Конечно, в первую очередь они отвечают за безопасность детей. Но кроме этого делают отдых ребят интересным и познавательным. Мне здесь больше всего нравится то, что каждый день какое-либо мероприятие. Каждый год что-то новое. Мне нравится, что тут каждый вечер проводится либо какой-нибудь конкурс, либо дискотека, либо кинофильм. Еще мне очень нравится, как тут в столовой готовят. Нравится, как тут все организовано, как здесь красиво. Три, четыре, наш отряд! Эти ложки! Первая профильная смена собрала в звездном юных художников из всей Чувашии. Мы учимся в художественной школе. У нас специальное направление в этом лагере. У нас проводятся пленеры. Они очень интересные. Нас учат рисовать. Еще лучше закрепляем мастерство. На вторую смену лагерь ждет юноармейцев. Алые паруса, а стой! Алые паруса, а стой! Алые паруса, паруса, а стой! Тут же это боль, тут же боль! По опыту прошлых лет, Андрей Олегович, какие нарушения чаще всего встречаются в загородных лагерях? Значительную часть нарушений прокурорами выявляются в области соблюдения санитарных правил. В частности, это требования к приготовлению еды, требования к хранению продуктов, а также несоответствия фактического рациона к примерному меню. В прошлом году прокурорами были выявлены факты функционирования двух несанкционированных детских лагерей. По этим фактам были приняты меры реагирования. Деятельность их была прекращена. То есть, два лагеря, получается, вообще закрыли в прошлом году? Поскольку организаторы данных детских лагерей не уведомили о своей деятельности Роспотребнадзор, в ходе проверок там были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, и по мерам прокурорского реагирования деятельность заданных лагерей была прекращена. В этом году, наверное, еще мало выезжали с проверками, чтобы делать какие-то выводы? Прокуроры начинают проверки загородных лагерей с момента их подготовки. То есть, вместе с комиссиями выезжают, обследуют, смотрят, какие выявляются недостатки, нарушения, в свое время, чтобы принять меры к тому, чтобы загородные детские лагеря вовремя открылись и приняли первые смены. И в течение всего летнего периода в каждую смену все лагеря будут охвачены также прокурорскими проверками с целью, чтобы контролировать именно ход соблюдения санитарных правил, правил безопасности, нахождения детей в этих лагерях. При подготовительном этапе, когда вы заходите только в лагерь, вот когда приезжаете проверять, что в первую очередь бросается в глаза, на что вы обращаете внимание в лагере? Конечно же, первое, что бросается в глаза в любом лагере, это как организован пропускной режим. То есть, это одно из первостепенных требований безопасности к нахождению детей во время отдыха. Затем, конечно, это столовые, пищеблоки и спальные корпуса. Затем это детские площадки, то есть безопасность игрового оборудования. И, кроме того, очень пристальное внимание обращается на нахождение на территориях лагерей бездомных животных, которые являются переносчиками различных инфекционных заболеваний. Ну, пожарная безопасность тоже, она всегда была, например, первоочередной, да, обращали на нее внимание. Но с этого года, наверное, еще более усилились эти моменты, когда именно делается акцент на пожарную безопасность. Пожарная безопасность – это тоже одно из приоритетных направлений при проверке. Смотрим на наличие и исправность автоматических пожарных сигнализаций. Смотрим на то, как оборудованы эвакуационные выходы, чтобы они не были захламлены посторонними предметами. Наличие первичных средств пожаротушения. И как проходит обучение и инструктаж персонал. Андрей Олегович, вот вы когда приезжаете в лагерь, вы же не только проверяете, вы проводите беседы и с вожатыми, и с детьми. На сегодняшний день, на ваше усмотрение, какие темы наиболее актуальны для той и другой категории? Самая актуальная тема, она была и остается, это все-таки профилактика правонарушений несовершеннолетних. То есть, главная наша задача, чтобы несовершеннолетние не совершали правонарушений и преступлений и сами не стали жертвами криминальных посягательств. Такие беседы мы проводим как с детьми, так и с вожатыми. Кроме того, в последнее время большое внимание мы уделяем правилам пользования сетью интернет. То есть, подростки, у которых психика еще недостаточным образом сформирована, подвержены той негативной информацией, которая есть в интернете. И мы, наша задача объяснить именно правила безопасного пользования сетью интернет. Как вы считаете, это правильно, что вожатые собирают телефоны у детей в целях того, чтобы они не сидели в интернете и потом на некоторое время их выдают для того, чтобы они звонили своим родителям? Или все-таки это не совсем правильно? С точки зрения режима отдыха в лагере, даже если у ребенка при себе будет сотовый телефон, у него не будет физически времени им воспользоваться. Но при этом возникает угроза его потери, либо хищения. Поэтому то, что телефоны сдаются в вожатом лагере и выдаются в определенное время, чтобы они могли сделать звонки своим близким, родителям, я полагаю, что это очень рационально и правильно. То есть, это с родителями, наверное, да? Нужно урегулировать вопрос, собирать у них лучше телефоны? Или они берут на себя ответственность, если вдруг там потеряется телефон? Некоторые родители даже сами соглашаются с такими правилами и даже просят, чтобы именно так процесс был организован. Вот как раз мы перешли с вами к родителям. Обращаясь к родителям, Андрей Олегович, какие предостережения и рекомендации вы бы могли им дать? На что нужно обратить внимание? На чем сделать акцент? Когда отправляешь ребенка в лагерь и когда его, получается, встречаешь оттуда уже, забираешь? Необходимо иметь в виду, что детский оздоровительный лагерь – это место, где ребенок получает свой первый социальный опыт, адаптируется среди сверстников, где психологически развивается его личность. И в лагере они учатся самостоятельности, потому что оказываются в новой какой-то для себя обстановке вдали от близких и родственников, где приходится принимать уже какие-то решения и нести за них ответственность. Кроме того, в условиях лагеря постоянно проводятся мероприятия, которые требуют повышенные требования к соблюдению правил безопасности. Это пребывание на открытом солнце, купание, спортивные и иные мероприятия, где у детей формируются навыки безопасного поведения. Ребенок, попадая в новый коллектив, естественно, он должен пройти период адаптации, в ходе которого он должен занять определенное свое место в отряде, найти друзей, сверстников. И поэтому первое, что хотелось бы посоветовать родителям, отправляя ребенка, тем более если он едет туда впервые, это психологически подготовить ребенка к тому, что он будет долгое время находиться вдали от родственников и близких, что придется соблюдать определенные правила, режим лагеря, что не все дети любят. Отдельно следует объяснить детям необходимости пристально следить за своим состоянием здоровья, чтобы они своевременно, в случае чего могли, обращались к медицинским работникам, а также, что с любыми проблемами, сложностями, трудностями они могут и, в принципе, должны обращаться именно к педагогам, к вожатым. И, как я уже отметил, желательно не брать в лагерь дорогостоящие вещи, в том числе сотовые телефоны, в избежание краж, потерь, либо каких-то иных конфликтных ситуаций. Спасибо, Андрей Аликович. Обращаясь ко всем взрослым, к руководству лагеря, к вожатым, к родителям, хотелось бы сказать, берегите себя и детей, за которых вы несете ответственность. Обращаясь еще к дорогим телезрителям, если у вас возникли вопросы по сегодняшней теме или по любой другой правовой теме, пишите к нам на электронный адрес правовое поле 21 собакамейл.ру и мы на все ваши вопросы ответим в наших программах. Всего вам доброго, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова